Всем привет! Сегодня будет такое не совсем стандартное видео, просто буду отвечать на вопросы, так что знаю, что есть такие зрители, кому это совсем не нравится. Ничего делать не буду, показывать не буду. Кому неинтересно, можете смело отключаться. Вот, а хотела ответить на вопрос, который очень часто мне в последнее время задают. И многие спрашивают, что же у нас будет дальше с ремонтом, где будет совушкина комната, когда он чуть-чуть подрастет. И, в общем, решила я все вам рассказать, что мы тут задумали, потому что как-то, ну так, бывает у меня оговорюсь немножко, что вот мы хотим туда-туда, но никаких подробностей. В общем, кто смотрел, кто смотрит меня давно, видели, наверное, есть у меня рум-тур на канале. Прошлым летом я снимала, там показывала вообще весь дом, в каком состоянии у нас, например, зал находится. Ну, потому что я его в остальное время крайне редко показываю, там нет никакого ремонта и, собственно, ничего я там не делаю. Остальные комнаты, как бы, ну, понятно, чаще всего мелькают во влогах. Вот, так что впереди у нас ремонт этого зала. Сначала я хотела вам показать дизайн-проект, который мы делали. Делали мы его давно, когда еще вообще никакого ремонта нигде не было. Я не знаю, чего там мы решили взять и сделать дизайн-проект. Ну, вот так захотелось. В принципе, это правильно. Чтобы все сделать грамотно, изначально лучше все, конечно, спланировать. Но вот, видите, что-то пошло не так. Мы до зала так и не дошли, не сделали то, что планировали. И дети у нас еще родились. Когда мы делали дизайн-проект и делали ремонт, у нас было двое детей, только Ярослав и Макар. А совушка родился уже вот не так давно. Сколько ему? Двух лет нет. Так что в связи с этим тоже некоторые наши, как бы, взгляды поменялись. И мы передумали делать так, как изначально хотели. Ну, давайте я вам покажу такой наш несостоявшийся дизайн-проект. Расскажу, что тут, как мы хотели сделать. Ну, так, может, просто в плане каких-то идей кому-нибудь, может, будет полезно посмотреть. Так что я переверну сейчас и полистаю. Вот так выглядит наш дизайн-проект. Все нам тут красиво так оформили, сделали. Давайте. Так, вот так выглядит сверху. Такая схема с размерами. Давайте с картинками перейдем. Вот примерно что-то такое мы видели, хотели. Изначально у меня у мужа было всего два условия, два желания в плане ремонта. Это окно в туалете. Ну, собственно, мы его и сделали. И он очень хотел сделать камин. Камин не электрический никакой, а настоящий. Прям топку. Вот. И мы думали, в принципе, для гостиной в целом неплохо. Наверное, это бы все смотрелось. Ну, как бы закрыто, она там за степлом была бы достаточно безопасна. Но, в общем, в итоге мы потом отказались от этой идеи. Комната у нас там 30 квадратных метров, 5 на 6. Так что мы здесь планировали вот только камин, диван, такую зону, как бы, ТВ, тумбы по бокам. Наверху хотели сделать на потолке балки. Так, ну, там просто к пианино, который я хотела у родителей забрать и там поставить вот сюда. Просто, чтобы в цвет сочеталось так. Ну, и полку на камине такого же плана мы хотели. Так что примерно вот так. Вот здесь зеркала. Ну, там дальше будет получше видно. Ну, вот тут зеркало, тут зеркало, как бы отражается. Противоположная стена. Ну, тут проем нарисован, но вообще у нас там двери. Ну, как бы это уже не суть важна. Вот так вот нам это все представлялось несколько лет назад. Ну, такая стандартная прям гостиная-гостиная. Здесь уже пошли просто варианты расцветок. Тоже, кстати, неплохой такой вариант. Так, это освещение. Вид сверху. В целом, как бы, места там достаточно. Так, ну, и такие уже тоже варианты. Светленькие, но с темными шторками. И такой совсем светленький вариант. Тоже вполне себе симпатично. И на этом все. Ну, и изначально, когда Савва родился, в принципе, мы не планировали каких-то таких больших перемен. Я думала, что наша спальня останется спальней, а дети будут какой-то период времени кто-то с кем-то жить в одной комнате. Кто-то из троих детей. Ну, то есть на троих детей, две детских, в принципе, я думала, будет вполне достаточно. А зал также и сделать залом, как изначально хотели. Но потом, со временем, я посмотрела, как дети себя ведут друг с другом. И не знаю. В общем, старшие в одной комнате жить точно не будут. А младшие, ну, то есть средний и младший, конечно, пока вот сейчас у них такие отношения очень хорошие. И они прям тянутся друг к другу. Ну, по крайней мере, от Савушка к Макару. Вот ему все интересно. Он бегает к нему в комнату, в кровать вечно, залезает к нему на стол, игрушки его смотрит. Но это такой тоже временный период, пока никаких конфликтов у них ничего. Определенно будет какой-то переходный возраст. И, ну, я считаю, что если есть возможность, а у нас, в принципе, есть такая возможность, слава богу, ну, площадь позволяет, да, у нас не одно-двухкомнатная квартира. Нужно, в общем, детям выделить, каждому по отдельной комнате. Особенно у Ярика сейчас будет приходный возраст. Чтобы всех этих проблем избежать, так мы решили, что всем будет гораздо проще. И многие нам советовали, например, отдать нашу спальню кому-то из детей, чтобы тут, я так понимаю, было на втором этаже три детских комнаты. А нам уехать вниз туда, на первый этаж, где должен был быть зал. Ну, я не знаю даже, как, что там сделать. Или как-то поделить ту комнату или еще что-то. В общем, мне эта идея не очень понравилась, потому что мне нравится наша спальня. Как бы она большая, комфортная. Здесь, в принципе, все сделано. И у нас здесь гардеробная, то есть даже кого-то из детей сюда заселить не очень удобно, что все, например, вещи взрослые и такие просто какие-то вещи для хранения, они лежат в гардеробной, и через эту комнату нужно будет постоянно ходить. Вот, и мы подумали так и решили, что из зала мы сделаем кухню-гостиную. Площадь там большая, и никак делить мне не хотелось ее на какие-то такие небольшие комнатушечки, спальни, кабинеты, гостиные. Ну, даже пополам поделить. Это 15 квадратных метров. Там высокие потолки, и немножко они бы уже терялись. Вот. Поэтому в скором времени наша кухня, которая есть сейчас, ее уже не будет. А вся кухня и, как бы, гостиная зона будут в зале, где вот сейчас будет у нас идти ремонт. То есть кухня, где сейчас кухня, на первом этаже, всю мебель мы оттуда уберем. Понятно, там газ, трубу мы эту закроем, все канализации, там воду, это все сантехники нам сделают. В общем, там будет комната Ярослава. А здесь мы решили, что, ну, Макар потом переедет в Ярика комнату, а детская Макара, ну, она как бы совушке будет. Вот таким образом. Потому что, а наша спальня останется здесь. Потому что нам одним уезжать вниз, например, а детей всех троих оставлять наверху, но тоже нерационально, потому что мелкие до сих пор бегают. Ну, Макар, конечно, реже, но так приходит, например, иногда к нам. Сама, понятно, вообще до сих пор с нами спит. И так вот отселить их на другой этаж, прям сразу так резко, ну, для меня пока вообще я этого не представляю и не вижу. Плюс мне самой не очень хотелось бы жить на первом этаже, в плане того, что у нас здесь ванна с туалетом на втором. А для Ярика, ну, я с ним разговаривала. В принципе, он вообще доволен, что у него там большая комната будет, и он такой как бы уже отдельный, ну, он все равно, он взрослый, в принципе, чего там ему, он как-то уже такой отделился немножечко. Не так часто он тут и к нам бегает, вот. Так что он с удовольствием, он уже теперь сидит и ждет и планирует, как ему что сделать там в своей комнате. Так что вот так вот у нас получается. А зал будет большой, просторный, по одной, как бы, стене там будет кухонный гарнитур, он будет немножечко заворачиваться, будет большой обеденный стол, диван и зона ТВ. В принципе, там 30 квадратов, я думаю, все прекрасно там влезет, и места нам хватит. И на сегодняшний день, что у нас сделано? Кухню мы, в общем, делаем как бы из нашей кухни, ну, в смысле, кухонный гарнитур. Мы по максимуму будем использовать наши каркасы, которые вот сейчас у нас на кухне. Я так там все спланировала, чтобы, ну, было... Максимально их всех можно было использовать. Поменяем мы фасады на шкафах. Это мы уже заказали, заказали до Нового года это все. Вот. Ну и там по размерам не хватало одного углового, как бы, шкафчика. Вот его тоже каркасы заказали. Ну и будут еще небольшие навесные шкафы. Там сделаю я гарнитур до потолка, не как здесь на кухне. Так что, в общем, вот такой у нас был заказ на кухню. Учесть, как бы, использовать старые наши вот эти каркасы максимально. И, ну, недостающие шкафчики мы заказали, и фасады тоже заказали новые. У нас газ на кухне, газовая плита, варочная поверхность. А в зале газа нет. Мы его изначально туда не подводили. Ну, зачем? Мы не знали, что там будет. И сначала мы хотели, в общем, опять-таки туда газ подвезти. Все это достаточно проблематично, сложно и долго. Нужно делать проект, изменения в проекте. Потом, собственно, сами работаем по переносу. И, в общем, мы решили отказаться от этого. И мы купили индукционную варочную поверхность. Если честно, я очень довольна. И мне кажется, я когда буду ей пользоваться, тоже буду, ну, буду довольна. Потому что с газовой светой все равно есть некоторые проблемы. Ну, и в уходе индукционной она гораздо проще. Никаких там комфорок. Ну, вот. Так что мы уже купили вот варочную поверхность. И вытяжка там будет полностью встроенная в верхние шкафчики. Ну, потому что там, как бы, кухня-гостиная. И мне не хотелось прям так, как-то, какие-то такие моменты именно кухонные делать. Я хотела так максимально просто такую под мебель гостиной сделать кухню. Ну, вот. И решила, что вытяжка должна быть встроенная. Ее практически не видно. Она так полностью будет в шкафчиках, в навесных. Вот. То есть, сейчас у нас заказана кухня. Ну, то, что нужно заказать. Сейчас у нас куплена техника новая. Духовку и микроволновку мы оставим. В принципе, они ничего. Ну, сейчас ходили по магазинам. Конечно, есть классные такие светленькие тоже новые модели. Но когда мы выбирали, такого выбора не было. Вот микроволновку так я бы с удовольствием заменила. Ну, на все сразу денег не хватит. Так что, в принципе, эти рабочие пока они останутся. Вот. Еще куплены туда обои. Будем клеить обои, не красить стены. И куплена плитка на фартук. Вот. Фартук будет выложен в некоторых местах прямо до потолка. В общем, я не знаю, как вам что рассказывать еще. Показывать ли. Ну, я могу вам показать обои. Могу плитку показать. Могу показать, где, как будет расположен кухонный гарнитур. Что я хочу. Вот. Ну, я не знаю, стоит ли это делать. Или потом, например, в одном видео, так знаете, чтобы как бы более эффектно это смотрелось. С большим интересом. Когда из ничего сразу же там результат. Понятно, что, наверное, у нас не будет сразу зоны ТВ. Потому что туда шкафы мы еще, ну, или какие-то там полочки, стенку мы не заказывали. Но, наверное, я посмотрю. Тоже, наверное, закажем. Я хочу, чтобы все это сочеталось, гармонировало с гарнитуром. И я боюсь, что, если сейчас не заказать, то потом что-нибудь там поменяется у производителей. Опять там в цвет будет не попасть. Еще что-то такое. Ну, хотелось бы, чтобы сразу эти же материалы использовались и на зону ТВ. Диван у нас там старый сейчас. И, наверное, первое время он там будет. Может быть, химчистку дивана закажем. Но, в целом, ничего, он еще такой послужит. Вот. Шторы у меня уже даже туда есть. Потолок будем подвесной делать полностью. Люстры я не знаю, какие. Тоже с удовольствием бы посоветовалась. Но не знаю, в общем, как. Так что, вот, примерно так дела обстоят. По-моему, все рассказала, да. Так что никаких секретов. Пишите. Рассказывать вам, показывать. И, может, вы мне какие-то советы бы давали. Потому что иногда прям хочется поделиться. И хочется услышать мнение кого-то со стороны. Вот. А так, думаю, наверное, в принципе, потом итоговый результат сразу показать. Может, было бы и интересней. Так что не знаю. Ну, в общем, на этом сегодня буду заканчивать. Пишите ваше мнение. Мне это очень интересно и важно. Буду все читать. Ну и увидимся в новых видео. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. Всем до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok